Сувенир к ромашковому дню. В преддверии Дня семьи, любви и верности во Дворце творчества прошел мастер-класс. Детям предложили сделать объемную брошь в виде ромашки, символа этого молодого российского праздника. Интересно, что педагог дополнительного образования Ольга Зайцева сама несколько лет назад получила знак за любовь и верность. Это было в 2016 году. Для нас, мужем, это было очень неожиданно, что мы победили в своеобразном конкурсе семей. И в числе 10 лучших семей Ивановской области нас чествовала сама Светлана Владимировна Медведева в здании филармонии. Это было, конечно, волнительно. Фоамиран, из которого ребята делали броши, представляет собой пластичный материал. Еще его называют прорезиненной замшей. Чтобы придать объем заготовке, можно разогреть ее в руках или при помощи утюга. Чаще всего с фоамираной делают цветы. С фоамираном нужна аккуратность, для того, чтобы не смять материал и не обрезать больше деталей, чем нужно. Сам материал очень такой простой, но и коварный. При работе с теплым фоамираном, потому что его можно гнуть. Когда проходишься утюгом, он изменяет свою форму. И вот в этом его коварность. Учить детей работе с фоамираном лучше не раньше, чем они достигнут 10-летнего возраста. Так как в процессе изготовления нужно использовать клей, утюг, ножницы. Многие ребята пришли на этот мастер-класс не потому, что занимаются во Дворце творчества регулярно, а потому, что следят за насыщенной программой мероприятий «Активное лето». Я здесь сегодня, потому что моя мама узнала в интернете про «Активное лето». И я стала сюда ходить, чтобы мое лето было немного активнее и веселее. Я сегодня с фоамираном познакомилась впервые, и мне это очень понравилось. Почти все участницы мастер-класса решили не оставлять брошь себе, а преподнести в подарок маме – знак большой любви. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.